Международная турнерона Десантеса превратилась в некий сумбур. Будучи в Израиле, он устроил пресс-конференцию в Музее толерантности. Там он был вынужден оправдываться за работу в Гуантанамо, после того, как журналисты стали уличать Десантеса в участии в пытках заключенных, которые без решения суда годами там удерживали. В Британии же с Десантесом отказался встречаться Риши Сунак. Ему пришлось провести встречи с консерваторами поменьше и спонсорами Тури, которые с большим одобрением следят за Десантесом. Его же тепло примечает архитектор Брекзита Нейджел Фарадж. В прошлом он поддерживал Трампа, но теперь готов сотрудничать с Десантесом. Своим турне Десантес пытается еще и познакомиться с союзниками США и продвинуть республиканскую повестку во внешней политике. В Японии и Южной Корее он много говорил о борьбе с Китаем, о вооружении Тайваня. В Израиле он поддержал не Таньяху, а в Британии Брекзит. В момент нахождения за границей на Десантеса подали иск в суд от лица Дисней. Компания обвиняет губернатора в политическом давлении. Ведь Десантес лишил Дисней налоговых льгот и даже грозился построить рядом с парком развлечений тюрьму. В последнем опросе Трамп стал уже радикально обходить Десантеса – 62% на 16%. Попытки Десантеса своим турне усилить позиции на праймерис ожидаемо не увенчались успехом. Однако определенная польза ему от этого есть, ведь он политик еще молодой, Десантесу 44 года, и для него международные контакты в любом случае полезны. Например, с ориентиром на следующий выбор в 1928 году, куда он может уже провести республиканцев эпоху после Трампа.